Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Ссылались из рук, ничем не хочу заниматься, хобби, увлечения не радуют. В отношении с девушкой тоже много проблем из-за всего этого. Посмотрел в интернете, возможно, у меня депрессия. Это правда? Иван спрашивает. Иван, ну, никто вам диагноз не поставит, по крайней мере, по интернету, только потому, что у вас ссылались из рук, вот. Депрессия является психическим заболеванием, вот. Довольно, надо сказать, серьезным, вот. И, соответственно, диагностируется врачом. Врачом-психиатром, либо клиническим психологом, вот. По вашему состоянию вам необходимо обратиться для начала к врачу общей практике, вот. Он вас направит уже более предметно к профильному специалисту, да? Вот. То есть, ну, вы получите направление, вот. И, соответственно, вот по этому направлению вы сможете получить консультацию действительно, ну, вот, профессионального, скажем так. Профессионал, в общем, вот. Это первый, это первый момент, на который я бы хотел обратить ваше внимание. Второй момент, то, что совершенно необязательно, что у вас депрессия, вот, совершенно необязательно. То есть, значит, ну, как бы, то, что вы себя так чувствуете, может означать, в принципе, многие вещи, да? Например, то, что вы устали, например, то, что вы слишком много на себя берете, слишком много на себя наваливаете. Вот, когда такие вещи происходят с человеком, вот, то человеку, в общем и целом, становится, ну, весьма и весьма непросто. Вот. Поэтому, ваша задача, в первую очередь, посмотреть на то, с чего все началось, вот, то есть, ну, вот, буквально, буквально. С чего все началось, да? То есть, когда началось это у вас? Вот. В какой момент? В зависимости от вашего возраста, можно, в том числе, говорить, например, об определенном кризисе. Вот. То есть, у вас есть определенный кризис. Когда человек, по сути дела, переосмысляет свою жизнь, вот. Когда человек сталкивается с тем, что в жизни нужно, вот, какие-то задачи пересмотреть, вот. Какие-то задачи по-новому увидеть, вот, какие-то задачи для себя по-другому представить. Вот. Это, на мой взгляд, абсолютно нормально, вот. Абсолютно естественно, когда человек, вот, сталкивается с такими, а, ну, с такими событиями, да, с такими вот, вот. Ситуациями в своей жизни. Вот. Нужно просто здесь быть к себе внимательным. Вот. К себе просто быть внимательным. Вопрос заключается в том, в том, внимательный ли вы к себе, да, вот. И как вы о себе заботитесь, заботитесь ли вы о себе вообще? То есть, то есть, вот, ну, есть ли элемент такой заботы у вас? Если есть, то это же какой-то элемент заботы. То есть, ну, если вы о себе заботитесь, да, то как вы это делаете? Как вы о себе заботитесь? Это очень, такой довольно-таки важный момент. Вот. Очень часто причиной такого состояния человека является, является, что-то подавленное, да, вот, некие подавленные чувства. А может, может быть, и так, что вы изменились, вот, ну, просто стали, стали, стали другим, да, в какой-то, вот. Вы, по-другому, воспринимать, стали воспринимать по-другому себя, вот, вы по-другому стали воспринимать, а, например, свою жизнь, да, девочку, вот. То есть, такой вариант тоже более чем реально невозможен. А, сознательно, 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 вы продолжаете пытаться впихнуть в себя вот эти рамки, которые вы сами для себя, ну, сделали привычными. Вот. То есть, как бы, тут, получается, страх вот этих вот самых перемен, да, не желание их признавать, не желание того, не желание признавать и понимать, что, ну, что что-то могло измениться в вашей жизни, да, что-то могло поменяться в вашей жизни. Это, в принципе, более чем нормально. Вот так бывает. Вот. И вы пытаетесь применять к себе, самому, вот, вы пытаетесь применять к себе, к себе те требования, которые были актуальны, вот. Ну, какое-то время назад. То есть, я бы сказал, что, если мы не берем в расчет физиологию, если мы не берем в расчет физиологическую составляющую, да, вот, то я бы сказал, что то, что с вами происходит, может быть от невнимательности к себе. Вот. То есть, вот, именно такая вот история, история про невнимательность, история про заставление себя. Конечно, очень важно целеполагание, вот. То есть, вот, ну, очень, опять же, часто бывает такая история, что человек ставит себе цели, вот, какие-то ставит себе цели. Ну, эти цели, они, они проходят, вот, что называется, проверку времени, вот. Эти цели, они, что называется, теряют свою актуальность, вот, по ощущениям человека. Не по каким-то объективным факторам, вот, а именно по, именно по объективным, по объективным аспектам. Вот. То есть, такое бывает всё, что ж, что ж, в этом, в этом смысле. Вот. И, опять же, и опять же, и опять же, мы можем здесь, вот, говорить о такой вот, вашей невнимательности к себе. Вот. Вот. В их составлении и так далее. Причём, что хочется, вот, отметить, да, что хочется отметить, отдельно хочется отметить, это то, что вы обобщаетесь. Обобщаетесь вы, вот, ну, довольно, 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 довольно фильм. Вот. Обобщаете здесь. И эти обобщения, они ни к чему хорошему не приводят. Опять. Вот. Вот. То есть, эм, когда человек обобщает, то, он искусственно упрощает, вот, он искусственно упрощает ситуацию, какую-то он делает ее проще. И фактически много вещей, много вещей, много вещей, много вещей. Безконечно много вещей. Проса для сектора. Это вот то, что на мой взгляд нужно понимать. Поэтому я бы больше уделил внимание деталям. Просто потому, что деталы важны. Я бы уделил внимание деталям, я бы посмотрел. Как психоэмоционально вы реагируете на какие-то вызовы в своей жизни? Как эмоционально вы реагируете на людей в своей жизни? Какие чувства у вас превалируют? То есть буквально. Когда я с чем-то сталкиваюсь, какие чувства у меня превалируют? Как я реагирую? Что я... Какое бы главное свое чувство я мог бы выделить? Вот. Что это за чувства, которые я мог бы выделить опять же? Да? Вот. Потому что все это очень важно. Все это очень важно. Вот. Само собой, да, естественно, вот. Ну, от этого зависит спаситель ваш комфорт. Ваш комфорт. Вот. Я думаю, как-то так. Тут можно сказать. И в первую очередь обратите внимание на то, что вы себе подавляете, что вы себе запрещаете. Вот. Потому что очень похоже, вот, да. То есть вы описываете, да, это вот на... Ну, возникшую. 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 Такую. У вас чрезмерную реакцию на что-то. На что-то. Вот. К чему-то. Значит, чрезмерная реакция, которая... Которая. Для вас является неприемлемым. Вот. Ну, просто неприемлемым. Нельзя, как бы, говорить вы себе. Вот. Ну и... Что? А верно? Что в икранном является то только о... Депрессии в этом смысле. Вот. Выигром является только вот это состояние. Состояние, когда все валится из рук. То есть состояние, когда все валится из рук, это состояние переносит ответственность. Типа. Что... Ну, знаете. Что я не виноват. Я не виноват. Вот. Это... Ну, вообще... От меня зависит, да? Как бы я... Не знаю. Ни при чем. Вот. И сделать я ничего не могу. То есть это вот некая такая потребность у вас получается. Найти какой-то вот выигр. И сложившись в ситуации. Вот. Но так, чтобы при этом вот остаться... Ну, остаться в треннем образе. А вот это одна из причин, да, почему человек вот... Вроде бы и хочет, да, решить свою проблему. Вроде бы и хочет, да, что-то с ней сделать. Ну, что-то сделать с ней. Вроде бы хочет. А... В то же время... Ну... И вроде бы не так. Потому что не выгод. Вспросите себя. Да? Что будет? Если... Вы решите свои... Ну, решите свои проблемы. Если вам не будет депресса, например. Да? Что будет? Как вы будете жить? Ну, то есть... Понятно, что вы, скорее всего, будете, значит... Ну, заниматься... Тем же, чем заниматься. Да? То есть, ну... Будете себя... Вести как-то так же. То есть у вас опять будет все получаться. В общем, вы будете сейчас девушкой. Да? Попробуйте себе это представить. Вас это радует? Вот. То есть, ну, вот... Вот буквально, да? Бук... Буква... Буквально. Радует ли... Радует ли вас эта перспектива? Я думаю, что... Я думаю, что... Если бы она вас радовала, да? То вы бы уже и... Давно... Обратились бы к врачу, и... Давно бы... Как-то вот... Занялись тем, чтобы... Себе... Помочь, да? Что-то для себя сделать. Вот, я думаю, так. А вы этого ничего не сделали. Всем... Всем... Я хочу, эээ... Чтобы вы... Эээ... Правильно меня... Поняли. Я вас ни в коем случае не обвиняю. Я ни в коем случае не говорю о том, что... Какой-то вы плохой. Какой-то вы плохой. Вот. Я... Просто говорю здесь о том... Именно... Именно о том... Вот. Что... Такая история может быть... У вас. Вот. И... Ее... Эту историю. Нужно рассматривать. Вот. Понимаете, да? Вот. Как-то так. Как-то такая история. Вот. На этом все. Пожалуй. Я надеюсь, что... Вам это было интересно. Я надеюсь, что... Вам это было интересно. Я надеюсь, что вам это было полезно. Я буду... Благодарен вам... Вам... Обратную связь... По... Моему... Ответу... Там... Позволит вам... Начать... Над собой работу. А... 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 Желаю вам всего... Самого доброго. Удачи. Удачи. Обращайтесь за... Помощью. Если... Врач у вас... Ничего не диагностирует. Всего самого хорошего. Эк puppeti... Рекомендую...